В ДК Шевченко сегодня состоялся праздничный концерт для ветеранов предприятия «Мотор Сич», посвященный 70-летию Великой Победы. Участников войны и ветеранов труда поздравил президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев. Подробности в нашем сюжете. Все эти пожилые люди в прошлом – сотрудники предприятия «Мотор Сич». Любовь Евдокимова, например, вместе с заводом эвакуировалась в Омск, когда началась война. Завод погрузил нас в эшелоны, и мы ехали. По дороге бомбили. Очень страшно было. Самолеты гудели так, что сердце выскакивало. Ужасно было. Ну, еще же молодые тоже не понимали ничего этого. Ну, выскакивали из эшелонов, прятались под бугорки. Потом опять грузились, и так мы доехали. Больше месяца мы ехали. На «Моторе» очень трепетно относятся к ветеранам, говорят пожилые люди. Оказывают всяческую поддержку и помощь. Сегодня в ДК Шевченко в преддверии праздника вспоминали события тех времен. «И бомбежки помню, и обозы помню. 12 лет мне было. 12 лет мне было. Как я его помню. Ховалися кругом, бомбежки были, и по подвалам бігали, подушки на себе, потому что нам сказали подушки носить, и если разорвется бомба, вас не так поранит». «Страшно, очень страшно. У меня мама работала в этом же госпитале старшей медсестрой операционной. И благодаря ей, благодаря ей я выжила, потому что она меня накрыла от бомбежки. У меня ранение вот здесь, у меня здесь ранение, у меня на руке ранение. Она меня своим телом накрыла. Нас бомбил госпиталь». Президент предприятия «Моторсич» поздравил ветеранов с грядущим праздником. От имени председателя облгосадминистрации вручил памятные медали участникам боевых действий. «Хочу поздравить 70-летие не только ветеранов войны, что само собой разумеется. Они виновники нашего праздника. В том числе и тружеников тыла, которые ковали победу. И поздравить молодых людей, живущих сегодня. И поблагодарить их за то, что они высоко несут знамя победы своих дедов и отцов. С праздником всех, кто меня сегодня слышит. Желаю всем здоровья, счастья, мира над головой». Ветеранов поздравили и творческие коллективы ДК Шевченко, подготовив для них праздничный концерт.